Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции «Быть или не быть?» памятником Ленину и Дзержинскому в Запорожье. Всесторонне осветить эту тему помогут наши гости, заместитель городского головы Запорожья Сергей Михайлович Гладченко, а также главный специалист управления культурой и искусств Горсовета Павел Павлович Кравчук. Как известно всем жителям нашего любимого города, было заседание комиссии по топонимике, которая единогласно проголосовала за демонтаж памятника Дзержинского и памятника Владимира Ильича Ленина. К этому предшествовала значительная дискуссия для того, чтобы принять такое решение. То, что проголосовали единогласно, это даже, честно говоря, меня удивило. Понятно, что постепенно у всех меняется мнение о памятниках той эпохи. Открываются новые исторические факты, которые, ну, как бы, людей заставляют задумываться над той эпохой. То, что касается памятника Дзержинского. Первое заявление о демонтаже этого памятника поступило, как это ни странно, от председателя Животневой Администрации, которому надоело очищать памятник от надписей, покрашенных галифетом, ну, и другое у Феликса Эдмундовича, то есть памятника Феликса Эдмундовича. То, что касается памятника Владимиру Ильичу Ленину, здесь, как бы, и специалисты, культурологи, другие, очень, как бы, так скрупулезно требуют относиться именно к этому памятнику, который является наследием, нашим культурным наследием. Памятник изготовлен выдающимся скульптором. Памятник имеет свой паспорт, это единственный памятник в городе, который имеет паспорт, в отличие от памятника Дзержинского. После заседания нашей комиссии по топонимике мы провели круглый стол. И для того, чтобы обсудить далее все аспекты, связанные с демонтажом, переносом памятников, там не было на круглом столе такого единомыслия. Были разные точки зрения, в том числе противоположные. Снести, демонтировать, уничтожить, ни в коем случае этого не делать, ну и так далее. Поэтому вопрос этот может решаться только на сессии городского совета. Она может принять окончательное решение, и на очередную сессию это решение будет вынесено. Оба памятника являются объектами коммунальной собственности. И любое рассмотрение решения вопросов по этим объектам возможно только в правовой плоскости. Особо хочу акцентировать внимание на стоимости этих объектов. Памятник Дзержинскому 1 миллион 367 тысяч гривен. Памятник Ленину 9 миллионов 387 тысяч гривен. Вы сами понимаете, что с объектами с такой стоимостью вольное обращение недопустимо. Все необходимо проводить только в рамках действующего законодательства. Иначе в любом другом случае предусмотрена уголовная ответственность. Касательно памятника Ленина, уже было отмечено, что это объект культурного наследия, установленный в 1964 году. И здесь стоит добавить такие обстоятельства, что памятник Ленина никак не связан в своем предмете охраны с историческими событиями, о чем забывают очень многие участники наших дискуссий. Его предмет охраны лежит в плоскости художественной ценности. Одним из создателей данного памятника был академик Михаил Лысенко. Это очень известный скульптор у нас в Украине, в бывшем Советском Союзе. Признанием его заслуг является выпуск в 2006 году к его столетию юбилейной монеты Национального банка Украины. К числу произведений этого скульптора относятся мемориал в Бабьем Яру, без которого мы уже не можем представить Киев, его трагическую историю, и скульптурные композиции на холме славы во Львове, которые тоже считаются неотъемлемой частью ландшафта этого замечательного города. Поэтому, если мы рассматриваем вопрос о памятнике Ленина, мы должны прежде всего обратить внимание на его художественную ценность. Касательно правовых вопросов, связанных с дальнейшей судьбой этого объекта, они лежат вне поля компетенции городского совета, в части, касающейся его как объекта культурного наследия. Решение о снятии подобного статуса может принять только орган охраны культурного наследия во взаимодействии с Министерством культуры. В данном случае окончательное решение лежит на Департаменте культуры, туризма, национальности и религий Запорожской облгосадминистрации. И только после этого мы уже можем принимать какое-либо решение по данному объекту. Подчеркну еще раз, какие-либо неправомерные действия в отношении памятника Ленина, они являются такими же неправомерными действиями, как по отношению к любому другому объекту культурного наследия нашего города. Памятник Дзержинского – это памятник, который является объектом коммунальной собственности, и по нему тоже следует принимать решение исключительно в правовой плоскости. У нас был комментарий юриста, когда мы проводили круглый стол, и нынешнее наше законодательство вообще не предусматривает демонтаж, снятие памятников. Наше законодательство настоящее настроено на охране памятников. Поэтому в самом законодательстве есть только один термин – ПРНСН. Вот то, что мы говорили в правовом поле, и 90% людей, которые выступали и на круглом столе, и на комиссии по топонимике, все-таки предполагали, что все должно произойти в правовом поле. Вопрос к Сергею Михайловичу. Скажите, когда памятник Ленину снесут, что будет стоять на этом месте? Рассматривались ли какие-либо варианты? Вопросы «снесут» мы вообще не рассматриваем, только демонтаж. «Снесут» – это значит просто повалить, разбить. Такого мы не предполагаем. Ну, мы… как бы есть разные предположения по этому вопросу. Лично мое мнение, если это будет, это свершится, то есть его демонтируют, то на этом месте должен стоять памятник строителя нашего индустриального комплекса. Он будет как бы на месте, поскольку сам парапет, и там располагаются фигуры различные, в том числе рабочего, там строителя и так далее. Это место является центральным для нашего города. Во время проектировки Большого Запорожья в конце 20-х, в 30-х годах там предусматривалось именно, как говорит Сергей Михайлович, создание музея промышленного комплекса, музея Большого Запорожья. Поэтому мы, думаю, пойдем по пути, который для нас определили наши предшественники. Сергей Михайлович, поступала ли к Вам информация, что депутаты Гурсовета предлагают провести референдум по поводу демонтажа и сноса памятника во время местных выборов? Ну, есть разные мнения у депутатов. То, что касается вариантов, связанных с опросами различного типа, такие были, ну, заявления в неписьменном, в основном в устном варианте. Депутат Кузенко Владимир Васильевич, он подготовил там свой проект на эту тему. Это не последний вариант решения, который будет рассматриваться на сессии. Вопрос к Павлу Павловичу. Вы говорили о цене памятника. Скажите, что предполагает, что входит в эти цифры, и кто занимался этими просчетами? Оценкой этих объектов культурного наследия по специальной методике Кабинета министров занимался специально лицензированный оценщик из города Днепропетровска. Для этого нужна лицензия, в том числе, Министерства культуры. И их высновок про стоимость наших памятников грунтовался на аналогичных показателях, сколько бы это обошлось, если бы памятник мы создавали на данный момент. Плюс, к тому же, есть специальные коэффициенты по художественной ценности и по времени создания памятников, которые при оценке были учтены. Поэтому, скажем, прямо сюда демонтаж не закладывался. Сюда закладывалась стоимость аналогичных объектов, которые бы мы могли воспроизвести в условиях настоящего времени. – Коллеги, я хочу сказать, что демонтаж – это такой же процесс, как новое строительство. Нужно понимать, что для этого будет обязательно подготовлен план организации работы, то есть проект. Там будет поэтапно все расписано, как это делать, для того, чтобы не изуродовать этот памятник, а демонтировать так, чтобы можно было его воссоздать на новом месте в том же виде. Поэтому, когда будет готов этот фор, план организации к нему будет смета. Вот тогда более или менее точно мы можем сказать, сколько это будет стоить. – Не является ли преждевременным подготовка проекта решения для депутата городского совета? Не поставит ли это, в общем-то, принятое решение или не принятое решение в какую-то плоскость невыполнения именно закона со стороны депутата городского совета? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Если будут демонтированы и приняты решения эти памятники, какие площадки рассматриваются, где, в общем-то, предусмотрено разместить в будущем демонтированные произведения культуры, памятник Ленину и Дзержинскому? – Само решение, оно предполагает только принципиальное решение. А в нем будут расписаны поэтапы, поручения. Что нужно сделать сначала, что в следующем этапе и так далее. Поэтому, когда мы говорим о площадках, мы сейчас можем говорить только о площадках временного хранения. Ну, предполагается, это коммунальные предприятия, которые размещаются в тех же районах, где размещаются памятники Ленина. То, что касается, ну, как бы создания музея тоталитарной культуры, или как она будет называться, ну, пока единодушное мнение у всех, все показывают на парке Минекирова. Но для того, чтобы они там были в сохранности, там еще достаточно много нужно провести работ. Поэтому в этом же решении будет все-таки одной строкой написано подготовить предложение по размещению или окончательному хранению этих демонтированных скульптур. – Ну, в принципе, было бы, ну, как мое предложение, я думаю, что и общественность может быть согласится, что вот этот музей памятников тоталитарного режима можно было бы на этой площадке сделать, где находится на данный момент памятник имени Ленина, и тем самым сэкономить бюджет на перенос, на демонтаж и на, в общем-то, громадную работу, которая должна произойти при демонтаже именно этого памятника. – Принимается как вариант. Просто, я думаю, таких вариантов будет много. Кроме этого, у нас есть группа, которая работает над имиджем нашего любимого города, в том числе и его туристической привыкательностью. Возглавляет его известный скульптор Антып Петр Иванович. Ну, у него тоже будут какие-то предложения по этому вопросу. – Сколько времени должно пройти после принятия окончательного решения про демонтаж до того времени, когда памятник будет окончательно убран с того места, где он сейчас стоит? Я и говорю о Ленине, например. – Я думаю, что это достаточно небольшой период. То есть план организации работ, деньги и техника, которая необходима для самого процесса. Ну, на мой взгляд, не более двух недель. – Скажите, пожалуйста, Сергей Михайлович, в связи с чем вопрос по памятникам с сентября месяца как бы начал делать очередной виток? Ведь, так сказать, заседание комиссии по топомимике 28 мая как бы было принято этот вопрос отдать на опрос в Жовтновый район непосредственно. В Жовтновом районе провели непосредственно опрос по этому вопросу. 15 предприятий, скажем так, граждан, громада, которая работает на 15 предприятиях из порядка 2800 работников, 2500 высказывались по поводу того, стоял, пусть там и стоит, и где стоит. 28 августа вот этот документ в виде докладной записки был подан в горысполком. На ваше имя вы с этим ознакомились. Потом вакуум, а потом как бы новый виток. Кто инициатор непосредственно, вот, как бы вроде бы не на часе, як кажуть вопрос, а он как бы все равно муссируется. Во-первых, у нас есть письмо института памяти, в котором упоминаются именно эти два памятника. Кроме этого, у нас было два президентских указа, связанные с Голодомором, и там тоже, это еще президент Ющенко, и тоже там нам предлагали все-таки разобраться и с памятниками тоталитарной эпохи, и с названиями улиц, площадей, которые носят тоже их имена. Это то, что касается, вот, откуда и почему такое возбуждение возникло. Только избирателей, которые официально зарегистрированы в Животневом районе, их в десятки раз больше. Поэтому две тысячи человек, ну, нельзя это считать, как бы по методам статистическим мнением громады. Хотя, ну, если мы найдем какой-то способ, допустим, выяснить, ну, хотя бы 80% людей, которые... Потому что многие, есть как бы активная часть населения, и, как показывают выборы, это где-то 15%. Есть абсолютно пассивная часть населения, которая их примерно 30%. Вся остальная часть, она, ну, и не пассивная, и не активная, хотя тоже имеет собственное мнение. Поэтому, если говорить о мнении громады, даже если мы соберем зал, который у нас есть самый большой, 900 человек, по сравнению с 760-тысячным населением нашего города, это все кобля в море, хотя именно такой зал, он будет репрезентативным с точки зрения законодательства. Здесь прозвучало о том, что если не в законодательном поле действовать, то это будет акт вандализма. То есть, если люди будут его там как-то сбивать, разрушать, то они будут наказаны. Каким образом? Что положено за вот такие вот противоправные действия? Я вам хочу напомнить ситуацию с памятником Дзержинскому, с которого в 2008 году, хотя и сняли охранный статус как объекта культурного наследия, но за его повреждения один житель нашего города был заключен в следственный изолятор в связи с открытием по отношению него уголовного дела за хулиганство. С памятником Ленина ситуация намного категоричней с точки зрения закона. Есть отдельная статья, предусматривающая реальное отбытие наказания в местах лишения свободы за повреждение объектов культурного наследия, тем более такого уровня. Вы сами понимаете, что и стоимость также будет учитываться при определении наказания. А будут ли переименовывать проспект Ленина? Знаете, вот вопрос с переименованиями для города Запорожье очень болезненный. Я был депутатом городского совета, когда мы в едином порыве проголосовали за переименование улицы Спортивной на улицу Лобановского, когда выдающийся наш тренер умер у нас в нашем городе Запорожье на матче, который здесь проводила Киевская Динамо. Три года мы рассказывали жителям города Запорожье, которые живут на этой улице, почему мы, не посоветовавшись каждым из них, приняли вот такое решение. Хотя я подчеркиваю, депутаты проголосовали в едином порыве и считали, что это благородно и что так должно быть. Поэтому с точки зрения переименования у нас как бы переименовывался за все это время одна маленькая улица в Академика Климова, она называлась Инженерная. Там же вот всего два дома, на ней расположены немножко четыре, четная-нечетная сторона. Но там был проведен опрос, жители, каждый как бы знал, что это будет. Часть улицы 8 марта переименована в проспект Моторостроителей. Больше года шел сам процесс, и Моторсич взял на себя все финансовые обязательства, связанные с этим. И вы знаете, что эти два процесса прошли довольно мирно. Совсем недавно вышло предложение улицу электрическую переименовать в улицу одного нашего жителя, выдающегося академика. Когда собрали жителей улицы, они ответили отрицательно. Поэтому пришлось искать другой объект не для переименования, а именно для наименования. Есть у нас процедура, по которой заявитель предполагает, что он проведет и общественные слушания, и решит вопрос, и финансовые вопросы, связанные с переименованием. Потому что сейчас все зарегистрированные документы, если человек не собирается в ближайшее время что-то с ними делать, продавать или как бы он может немножко... Но если он хочет это сделать, то у него сразу будут возникать проблемы. То есть регистрация под одним наименованием улицы, по факту уже оно получается другое. То есть проблемы здесь есть, они в нашем положении указаны, то есть как это делать поэтапно. Если это будет сделано, то будет добрая воля людей, которые живут. Я вам скажу, есть улица Глиноцеменная, и никто не приходит к нам и говорит, давайте перейдем ее в улицу, допустим, Счастливую, или Приятную, или какую-то другую. Тут были депутаты, говорят, ну зачем нам такие улицы, давайте. Пожалуйста, дорогие депутаты, идите к жителям и договаривайтесь с ними. Захотят ли они жить не на Глиноцеменной, а на улице с другим названием. На последнем заседании Горсовета общественники предлагали на месте памятника Дзержинскому установить памятник пограничникам, которые погибли в зоне АТО. Как вы относитесь к такому предложению, и будет ли оно вообще рассматриваться? Знаете, есть несколько вариантов, и они тоже поступали. Первое. Поставить там памятник Нестору Махну. Поставить на этом месте памятник Петру Григоренко. И это на круглом столе было озвучено. В том числе, как вариант, памятникам погибших в зоне АТО. Но мы как бы специально для этой цели определили наш парк металлургов, в котором будет у нас аллея и, в принципе, в общем-то, зона, в которой будет располагаться часовенько, будут все фамилии погибших, в том числе не только пограничников, но и всех остальных. А вообще-то, какое решение примет сессия Городского совета, я думаю, так оно и будет. Лишь бы люди поддержали его. Сергей Михайлович, скажите, вот общественность сдала такой ультиматум, что до 1 декабря они, если сессия не примет решение, то они сами хотят снести памятник Дзержинскому, в частности. Ведутся ли с ними переговоры? И до 6 декабря, когда сессия должна состояться, будут ли проекты решения уже разработаны? Во-первых, ультиматумы – это сродни сталинским датам, когда нужно было взять город во время войны к такому-то дате Великой Октябрьской революции какие-то открыть объекты, которые потом закрывали надо строительство. На мой взгляд, такие ультиматумы, ну, они вообще не правомерны, потому что они выходят из правового поля. Это во-первых. Во-вторых, ну, кому-то хочется примерить на себя лавры Герострата. Ну, человек хочет запомниться тем, что он что-то разрушил. Не что-то построил, а что-то разрушил. И лавры, я вам должен сказать, это не самое приятное. Тем более, что на самом деле уже сказали, что законодательство предусматривает за пошкоджение памятников определенные правовые наследки. Наша просьба, если будет принято решение о демонтаже памятника Зажинского, все-таки установить памятник именно пограничникам погибшим в зоне АТО. Их на сегодняшний день уже около 160 человек. Это именно пограничники, которые сейчас, вот за последние месяцы, начало этой террористической операции погибли. Там сквер пограничников, понимаете? Оно будет как-то, ну, там памятник как раз пограничникам, он напрашивается. Сквер пограничников. Потому что сквер пограничников и какой-то, ну, я не умоляю там достоинства каких-то других людей, но оно будет как-то уже в одном месте, понимаете? И я вам хочу сказать, что пограничники всех поколений будут, наверное, и жители будут рады, что такое состоится. Все-таки у нас такая просьба есть поддерживать нас в этом плане. Я должен сказать, что немногие помнят, что на месте этого сквера у нас был еврейский квартал, да? И вот рядом там располагается синагога. Поэтому, если говорить о какой-то исторической памяти, то она, в принципе, с пограничниками, к сожалению, не связана. И она не связана и с теми предложениями, которые поступают в настоящее время. Там было предложение поставить бюст еще нашему выдающемуся поэту Евтушенко. И были там деньги как бы заложены под это дело. К сожалению, это не получилось. Поэтому мое мнение, для того, чтобы как бы не вырываться вперед, во-первых, мы его еще не демонтировали. Во-вторых, будет серьезное обсуждение, если оно будет демонтировано. И мнение будет приниматься громадой с учетом всего того, что уже было сказано в этой аудитории. Если вопросов больше не будет, мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова